Сократ был постоянно занят вопросом о том, как добиться того, чтобы власть в государстве принадлежала компетентным людям. Я подумал, что это какой-то сигнал, наверное, из космоса. Мой вопрос будет первый каждому из вас, будем отвечать по очереди. Я попрошу вас, каждого из вас, назвать три аргумента в пользу того, что именно вы, вот каждый из здесь сидящих, ну, о болтыни, госпожа, сложнее чуть-чуть, достойно занять просто кресло премьер-министра. Начнем с Юрия Сапуца. Добрый вечер, в первую очередь. Ну, я думаю, если только три фактора нужно назвать, то первый, самый главный, тот, что программа нашей партии для развития Латвии, Латвии Сата, Истейбай, та, которая очень целеустремленно идет на развитие латвийской экономики, латвийского государства. А вы здесь при чем? А вы здесь при чем? Я и тот человек, который был в главе, который разработал эту программу, так что я ее знаю наилучше и могу способствовать ее реализации. Второй вопрос, мои частные качества. Я умен, я знаю, как принимать решения, я могу участвовать в любом формате, участвовать в том, чтобы решения были приняты. Вы были госсекретарем министерства экономики. Это я так репликаю. Ну и третий фактор, всю свою жизнь я всегда работал с человеками любых точек зрения и всегда находил совместные компромиссы, находил совместные решения. Я понял. Хорошо. Следующий Андрей Сданович, партия Суверенитет. Пожалуйста. Добрый день. Я сюда пришел для того, чтобы озвучить позицию моих коллег, однопартийцев и тех людей, с которыми мы вместе идем на эти выборы. Речь не идет о том, чтобы делить шкуру неубитого медведя, там бороться за премьерское кресло и так далее. То есть это у нас фактически единственный эфир, который нам дали, и я им воспользуюсь, чтобы озвучить позицию нашей партии. Это не значит, что вы будете устраивать здесь все, что вы хотите. Нет, конечно же нет. Я попрошу отвечать на мой вопрос. Или я лишу вас слова. Хорошо, отвечаю дальше по пунктам на ваш вопрос. Наша партия единственная, которая является реально евроскептической. Мы считаем, что если уж мы вышли из одного союза... Вы не могли бы говорить о себе? Мне интересует, почему именно вы, тот кандидат? Потому что я в данном случае являюсь рупором партии. Повторяю, мы являемся единственной евроскептической партией, и считаем, что если мы вышли из одного союза, значит, не надо прогибаться по другой союз. Об этом мы говорим чуть позже. Не перескакивайте. Пожалуйста, не перескакивайте. Второй важный вопрос. Это все-таки пора возвращаться к планированию экономики, частично плановой экономики. Господин Сданович, если вы будете нарушать регламент, я буду лишать слова. Хорошо, спасибо. Я предупреждаю. Я тогда, пожалуйста. Госпожа Аболтыня, говорите за госпожу Стравиму, потому что правление партии все-таки выдвигало именно ее в качестве кандидата в премьеру. Да, я считаю, это профессиональность, это опыт, это ведение развития страны, это способность создавать и руководить командой и не бояться принимать непопулярных решений. Хорошо, спасибо вам большое. У нас следующий участник Андрей Скрида, партия Рост из АОПСМЕ. Почему именно вы? Здравствуйте. Добрый вечер. Я здесь, потому что я председатель партии из АОПСМЕ. И у премьер-министра нашей страны должны быть конкретные качества. Это я понимаю. Назовите свои качества. Да. Ну, нужно хорошо знать язык, языки, да, английский, латвийский, немецкий. Я понял. Дальше. Нужно хорошее образование иметь и должен быть честный. У вас какое образование? У меня три университета. Ты имеешь в виду специальности? Это по медицине. Я латвийский университет, два раза, два еще образования и Срадынский университет. Но ваша специализация кардиология, я правильно понимаю? Не только. Не только. Господин Шлацерс. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что касается меня, то в первую очередь я человек, который в политику пришел из бизнеса, успешного бизнеса, создавал очень много разных проектов. А это очень важно сегодня, когда мы должны создавать рабочие места, когда мы должны привлекать инвестиции. Это один аргумент. Второй аргумент. У меня достаточный опыт работы и в парламенте, и в правительствах. Я работал в шести разных правительствах. И главный аргумент то, что у меня семья, жена, пятеро детей, и мы в браке 22 года. И, скажем, пять детей от одной жены, я считаю, это очень важно сегодня в Латвии. Понятно. Хорошо. Господин Шлацерс представляет партию «Единый для Латвии». Следующий выступающий Мартинш Бондарс объединение латвийских регионов. Пожалуйста. Добрый вечер. Я начну с того, с чего закончил господин Шлацерс. Хотите посоревноваться? Нет, не хотим. Во-первых, я хочу жить в Латвии, так же, как моя семья. И без, фактически, без применения тех знаний и опыта, которые, скажем, есть у меня. Латвия сегодня, ну, времена в экономическом плане не самые лучшие. Другие ваши качества. Во-вторых, конечно, это мой опыт. Опыт работы в президентской канцелярии 7 лет, год начальником бюро премьера и 4 года в частном бизнесе. И в-третьем, мое образование, которое я получил по управлению государственных вопросов или госадминистрации в одной из самых лучших университетов мира, это в Гарварде. Спасибо большое. Мирослав Митрофанов, Русский союз, Латвия. Здравствуйте. У меня есть, конечно, образование, есть опыт жизненный и опыт работы в парламенте. Я был депутатом два раза и был достаточно активным депутатом. Но сказать, что мы претендуем на должность премьера, было бы неправильно. Задача Русского союза Латвии сегодня восстановить фракцию. Не говорите о задачах. Вы не являетесь кандидатом. У нас ввели в заблуждение. Значит, я вам не давал такого ответа, ни письменно, ни устно, что партия наша выдвинула кандидатов премьеры. Поэтому, значит, мы идем на выборы для того, чтобы организовать сопротивление новой реформе русских школ. И я принадлежу той команде, которая способна достичь компромисса в вопросе русской школы. Я понимаю про команду. Я про вас. Я представляю и руковожу этой командой. Я умею подчиняться и умею командовать. И мы обеспечим массовые протесты, которые приведут к нашей цели. Ух ты ж как, начали горячо. Бишкек, не надо нам. Это, пожалуйста, не к нам. Это не наше было предложение. Я не буду показывать пальцем, но это не мы. Остановитесь, господа. У вас еще будет возможность более чем. Нил Ушаков, партия Согласия. Если можно, я, с вашего позволения, не буду использовать местомение «Я», потому что я являюсь частью команды. Наша команда выдвинула меня, потому что мы, как команда, представляем, во-первых, социал-демократические идеи. Но вы же согласились. Естественно, я согласился. Почему? Вот этот внутренний монолог, какой у вас был? Вы же не просто подчиняетесь любому приказу или откликаетесь на любое предложение команды. Я являюсь активной частью команды. Я понимаю. И поэтому мне было трудно не согласиться с тем, что... Более чем активно. Мне было трудно не согласиться с моими товарищами. Но я вместе со своими товарищами, мы прилагаем обществу, во-первых, социал-демократическую политику. Мы считаем, что левая политика крайне сейчас необходима для страны. Остановитесь, пожалуйста. Мы об этом еще поговорим. Я обещаю, у вас будет возможность. Вот море. Вы сейчас все выговорите, а потом не о чем будет говорить. О себе скажите. Почему вы считаете, что достойны занять пост премьер-министра? Второй раз подряд партия выдвигает вас на этот пост. У вас же должно быть какое-то сформироваться какое-то личное мнение у ваших личных качеств, которые будут вам помогать на посту премьер-министра. Еще раз. Мы выбираем сейчас... Ответите, пожалуйста. В Латвии не монарха, не князя. Мы выбираем каждый избиратель, который примет участие. Я говорю не о избирателях. Будет голосовать за партию, за идеологию, за ценности. Хорошо. Спасибо большое. И поэтому мы о предложении о согласии, и почему я выдвигаюсь кандидата в премьер-министра, потому что наше предложение – это левая политика. Я считаю, что премьер-министр от партии «Согласия» – это хороший вариант. Остановитесь, пожалуйста. Мой вопрос был о другом. Не хотите отвечать? Я вам пытался ответить на вопрос. Нет, вы не ответили на вопрос. Вы тянете время. Господин Лэнбергс, здравствуйте, Айвер Лэнбергс. До речи. Кандидат в премьеры от «Союза зеленых и крестьян» возглавляет партию «Латвия Венспилса». Почему вы метите в премьерское кресло? У меня было 26 лет назад выбор – остаться в Риге в четырехкомнатной квартире или перебраться в «Латвия Венспилс» на должность председателя горе-сполкома в город, которым в рекламах, газетах, заканчивая вуз, «Латвия Венспилс» не предлагать. И вот в «Латвия Венспилс» уезжали. Мои друзья говорили мне, что я потерял ум, что я иду в «Латвия Венспилс», потому что дело безнадежное. Но я считал, что дело надежное и перспективное. И тот результат… И я выдвинул очень высокие задачи, которые мои коллеги, моя команда очень часто говорила. Это нереально. Я считаю, нет нереальных вещей, которые нам можно достижить. И потому на примере «Латвия Венспилса» я могу сказать, что как «Латвия Венспилс» достиг из безнадежной ситуации очень много, и так «Латвия» тоже может, используя ее много козырей, которые сегодня неэффективно используются, я понял. может достигнуть. Я понял. То есть, первое, это амбиция, это задача, это умение организовать, как достичь якобы недостижимое, да? Ну и кроме того, я считаю так, что «Латвии» нет друзей, и «Латвии» есть интересы, национальные интересы, а интересы других стран только столько, сколько наши интересы. Мы говорим об этом. Госпожа Судороба, здравствуйте. Инга Судороба, партия «Терца Латвии», да, прошу прощения. Почему вы считаете себя подходящим на постпремьерную миссию? Всегда важно выбирать руководителя в зависимости от тех целей, которые ставятся. И сейчас «Латвии» действительно нужно... Госпожа Судороба, мне ставите в неловкое положение, а вы дама, и я... Я поэтому вам рассказываю, почему. Потому что выбор человека всегда зависит от тех целей, которые нужно реализовать. И важен опыт, важны знания, и важно доверие. И у меня есть тот опыт перемен, если мы берем пример, то, что я делала в Министерстве финансов, те перемены, сделанные в госконтроле, это опыт руководителя, знания, это знания абсолютно всех отраслей, включая составление бюджета, понимание ситуации в стране, в любой отрасли. И доверие, очень важно, что общество доверяет мне, и доверяет тоже как возможному кандидату премьеры. Это важно, чтобы ты работал. Об этом мы еще не знаем.